Здравствуйте! Високосный 2016 продолжает оправдывать свою репутацию проблемного года. На этот раз эпидемиологическая обстановка, связанная с уровнем заболеваемости РВИ и гриппом, вызывает серьезную обеспокоенность у населения и специалистов. Действительно, не успели еще завершиться новогодние праздники, как в больнице потянулись сотни страждущих с явными признаками простуды и гриппа. Причем их количество было слишком высоким даже для сложного и богатого на всяческие болезни после праздничного периода. Так, уже в середине января в Стольном Екатеринбурге эпид-порог по заболеваемости РВИ и гриппом был превышен в два раза. Еженедельно к врачам обращалось свыше десяти тысяч человек. Главный эпидемиолог города Александр Харитонов очень своевременно, на мой взгляд, обратился к горожанам с объяснением правил поведения в этой непростой ситуации, сделав упор на меры индивидуальной эпид-безопасности. И это правильно. Предупрежден, значит вооружен. Но еще до официальных обращений в широких массах во всю муссировались слухи о пришествии волны свиного гриппа, известного своими пакостными свойствами, тяжелым течением болезни и высокими рисками осложнений и даже летального исхода. Это не первое наше знакомство с опасной хворобой. В 2009 году свиной грипп уже посещал нас с недружественным визитом, но, к счастью, довольно быстро сгинул, не причинив особо тяжкого вреда. До этого, помните, был еще и птичий, но он пришелся на пору высоких цен на нефть и богатых бюджетов, которых не жалели для борьбы с этой напастью. Но сейчас, как вы понимаете, ситуация несколько иная. Количество заболевших дает повод серьезно задуматься об эффективности проводимых в здравоохранении преобразований. Так, в этом году на медицину в областном бюджете заложено на 1 миллиард рублей меньше, чем в прошлом году. Да и кошельки наши стали не такими тугими. Это факт. И реформа медицинская, о которой мы говорили недавно, пока особо ярких результатов не выказала. Конечно, областные чиновники от здравоохранения в голос уверяют, что оснований для каких-либо волнений со вспышкой хрюкающего вируса нет. Необходимое количество эффективных и, главное, доступных населению лекарств имеется. Учреждения здравоохранения поставлены под ружье. Стало быть, враг будет разбит. Это, безусловно, радует. Но, перефразируя известную поговорку хочется сказать. На медицинскую реформу надейся, да и сам не плашай. Берегите себя и от винта.